всем здравствуйте меня зовут лилия дроздова продолжаем обработку платья и так мы с вами сделали застежку в плечевом шве обработали обтачка горловину и соответственно соединили боковой шов боковой шов я соединила бельевым швом то есть без всякого оверлока обращаю ваше внимание когда вы будете делать бельевой шов вот на этом вот радиусе вот так вот сначала отутюжьте то есть когда вы первую строчку проложите по лицевой стороне и будете на ребро отутюживать вы вот так вот оттяните шов чтобы у вас второй шов с изнаночной стороны уже лег ровненько и вот таким образом у вас получится обработка бельевым швом теперь нам нужно обработать рукав у меня идет обработка манжетом поэтому я вырезала вот такие вот полоски заутюжила их пополам и одну половинку продублировала сейчас я переверну то есть вот так выглядит с лицевой стороны мой рукав и соответственно манжет он тоже будет с кантом и соединен с рукавом через кант поэтому нам сначала нужно манжет пришит манжету пришить кант убираем пока наше платье и берем косую бейку заутюженную пополам на манжете кант должен быть с одной стороны и по верху манжета поэтому лицевая сторона будет та которая у нас с дублерином до более плотная то есть к этой стороне мы начнем соединять кант как присоединяется кант то есть вот здесь в уголочке вот нам нужно сделать соединение таким образом чтобы потом когда мы застрочим угол у нас кант на этом месте закончился поэтому вот этот вот крайчик просто подверните вот так вот на угол и присоединяем соответственно к сгибу манжета далее по всему вот этому то есть мы прокладываем строчку до уголка манжеты потом вот так вот разворачиваем кант и продолжаем прокладывать его до второй стороны здесь обрежем потому что здесь у нас канты не будет и так сейчас я скалю сметаю и вам покажу так вот смотрите в чем особенность нам нужно кантом обработать угол причем угол обработать чтобы он был не кругленький а чтобы он был углом поэтому в самом углу мы надсекаем кант вот смотрите и раскладываем его на две стороны и здесь у нас остается буквально вот эти вот 4 3 4 миллиметра которые у нас должны торчать наружу и вот здесь к сгибу мы как вот так вот загибаем тоже создаем такой вот уголочек теперь мы прокладываем строчку на тот размер который у нас должен быть виден кант то есть я хочу чтобы у меня как был виден лайк аналогично платью где-то 3 миллиметра и так я проложила строчку опять контрастную чтобы вам показать с обратной стороны тоже строчка контрастная потому что в нее буду опять же прокладывать шов уже при соединении с рукавом что мы теперь делаем теперь манжету мы должны соединить вот так вот то есть на месте сгиба мы перегибаем и вот по этой линии прокладываем строчку аналогично со второй стороны то есть зашиваем края у манжета прямыми строчками еще хотел обратить внимание на один момент то есть вот с этой стороны где у нас кант уходит просто в шов манжеты вот здесь важно чтобы его край тоже остался не зашитым вовнутрь поэтому кант нужно вот так вот подогнуть а потом застрочить то есть когда вы будете выворачивать чтобы вот здесь вот кант он не завернулся туда в шов имейте ввиду и так я подготовила два манжета застрочила их по бокам теперь чтобы вывернуть я срезаю припуски и срезаю уголочек с двух сторон и выворачиваю сейчас покажу как получился тот угол где у нас кант то есть вот смотрите я вы вывернула уголок с кантом и вот видите вот то что я тут подворачивала на сгибе вот этот вот маленький изгибчик вот он и есть нужно вот это все выметать или отутюжить хорошо чтобы у нас кант вылез теперь вот этот припуск манжета я соединяю с рукавом и строчку прокладываю именно вот в эту вот строчку то есть вот этот уголочек который у нас на сгибе получился мы его так вот показывать спрячем вниз а потом когда у нас припуск заутюжиться вовнутрь вот уголочку так расправиться видно да ну что соединяем с рукавом то есть у меня передняя половинка застегивается на заднюю соответственно манжет должен присоединиться обработанной стороной вот сюда к передней половинки то есть я вот так раздвигаю да и вот этот вот шов соединяю с краем канта и соответственно вот так вот все скалываю и вот здесь второй конец соединяю с краем вот этого манжета и прокладываю строчку вот сюда вот в эту строчку который мы пришивали кант так я проложила строчку прямо в ту же который был пристрочен кант теперь я отгибаю манжету и весь припуск я убираю в манжету подгибаю оставшийся припуск вровень с вот этой строчкой ну и дальше в зависимости от вашего способа обработки вы либо так строчите чтобы у вас совпало вот с этой линией либо делаете на руках я буду делать на руках потому что у меня все-таки нет нигде от строчек поэтому я сейчас вот так вот разутюжу уберу весь припуск в манжету заутюжу вот этот припуск и ручными потайными стежками я обработаю вот так выглядит путь манжета то есть вот это со стороны спинки и вот это со стороны полочки здесь пуговки будут я пришила пуговицы сделала петли то есть на манжете у меня получилось две пуговки на плече и на рукаве 4 так как пуговицы у меня еще остались я решила продолжить их по горловинке переда вот такой вот у меня получился рукавчик с плечом когда мы закончили обработку манжетов приступаем к валану у меня валан уже соединен по боковым швам тоже соединен бельевым швом мне осталось заложить складочки у меня ткани мало у меня будут небольшие вот такие вот складочки через определенное расстояние так как у меня складочки будут тоненькие их будет мало то я тоже соединю этот шов бельевым швом обработаю вот но что хотела обратить внимание такой декор как на горловине на рукавах здесь я делать не буду потому что горизонтальные полоски будут как бы резать фигуру тем более ниже линии бедер не очень красиво поэтому здесь у меня будет просто валанчик без всякого там разделения какими-то цветами и так закладываю складочки соединяю сначала с лицевой стороной делаю строчку потом выворачиваю делаю бельевой шов так по поводу обработки швам которым мы соединяем валан а я все-таки решила делать не бельевым швом а так как я объясняла на марафоне потому что все таки здесь на швах получается такая толщина значит как делается этот шов смотрите мы соединяем изнанку с изнанкой наш валан и полочку спинку соединяем изнанку с изнанкой далее мы отутюживаем шов на на изделие и потом вот этот шов вот он внутри да допустим не знаю как он насквозь показать и потом вот этот шов вот я вот так вот как бы обогнула основной тканью до из нос полочки спинки и заутюжила вот у меня получился вот такой вот как бы кант и теперь я практически вот в эту вот луночку сделаю строчку она у меня закрепит соответственно на лицевой стороне закрепит шов вот и здесь тоже будет тоненько все и так вот я заутюжила сейчас проложу в лунку строчку ну что же вот такой получился шов то есть вот он почти как бельевой но на самом деле он просто как бы его одна половинка обогнула то есть наш валом обогнула полочка и получился вот такой со всех сторон аккуратненькие ролики ну соответственно с лица все то же самое всего ровненько теперь занимаемся подгибкой низа подгибка низа при волане прямом проще всего я сделаю подгибку с закрытым срезом вот таким образом и сделаю строчку вот низ изделий обработан элементарным способом платьишко готово но у меня есть еще одна задумочка у меня остался еще вот такой вот обрезочек ткани ну думаю что же ему проводать сделаю ка я из него пояс то есть я взяла вот этот кусок продублировала половину то есть он у меня в согнутом виде будет где-то сантиметра 4 и с одной стороны этот пояс я обработаю кантом вот как у меня было вырезано скругление это вот от рукава я так его и оставила то есть пояс у меня будет вот такой вот фигурный получается с треугольничками и здесь я его закреплю наверное на пуговку и так пришиваем точно так же до середины пояса косую бейку завутюженную пополам это будет в качестве канта потом когда мы так вот будет сначала прокладываем строчку закрепляющую там потом соединяем две половинки вместе и прокладываем строчку пояс соединяющую пояс оставляем вот здесь промежуток чтобы нам все это вывернуть и так поподробнее вот здесь у меня видите за засечка это серединка пояса чтобы у меня кант красивый алёк вот здесь вот именно на серединке пояса я заворачиваю как бы кантик вот то есть он у меня вот таким вот образом уже чуть-чуть подвернутый край то есть когда я буду вот так вот застрачивать две половинки пояса а потом выверну у меня кант будет свободненько не зажат ни в какую сторону вот значит я проложила строчку на три миллиметра чтобы был виден кант теперь соединяю пояс пополам так я застрочила пояс в ту же строчку который был пришит кант оставила вот здесь такой вот карманчик и теперь буду его выворачивать срезала припуск оставила три миллиметра и чуть-чуть подрезала уголок сейчас вот я посмотрю получите ли так увернуть или нужно что-то будет придумывать нет хватает у меня пояс короткий поэтому достаточно было руки так вот кантик видите то сейчас мне это все нужно аккуратненько вымутать или сразу вот так вот заутюжить сейчас угол покажу вот смотрите то есть вот угол канта вот он вот таким вот образом будет выворачиваем отутюживаю если у вас длинный пояс чтобы его вывернуть берете вот застроченный конец вот так вот его вставляется любой карандаш и вот таким вот образом до вашего отверстия продеваете теперь вытаскиваете вот ваш пояс готов после того как мы все вывернули вот этот вот отрезок который у у нас кармашек мы зашиваем его вручную потайными стежками далее на пояс пришиваем пуговицу если он у вас короткий как у меня делаем петелечку ну вот поясок готов вот так вот он выглядит такими уголочками платье без вытачек вот они пуговки обзор будет позже если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы делитесь видео в соц сетях обзор готового изделия будет позже наблюдайте за новостями желаем творческих успехов до скорых встреч